Частица чи в итальянском. Это любимое. Соберу все подряд, все до кучи, и разные функции чи, и как местоимение, и как частицы, и в составе глаголов, и так далее. Самое любимое я ставлю на закуску чи, которая заменяет предлоги, ну, точнее, целый глагол или фразу с предлогом. Хорошая новость есть, и она заключается в том, что даже если вы совсем начинающий, вы, скорее всего, встречали уже, и, скорее всего, умеете использовать некоторые функции чи. Например, ЧЕ и ЧИ СОНО те самые сказуемые, которые в русском мы пропускаем. Есть, существует, и так далее. ЧЕ УН ЛИБРО СУЛЬ ТАВОЛО. На столе есть книга. На столе книга. То есть ЧЕ – это ЧИ, сокращенное до одной буквы, плюс Э. Та же самая конструкция во множественном числе ЧИ СОНО. ЧИ СОНО ДЕ ЛИБРИ НЕЛО ДЗАЙНО. В рюкзаке книги. В рюкзаке есть книги. ЧИ, как местоимение нам и нас. ЧИ АННО ДЕТТО КЕЕ. Нам сказали, что. ЧИ АННО КЕСТО СЕ. Нас спросили о чем-то. ЧИ, как возвратное местоимение в возвратных и взаимовозвратных глаголах. Тут лирическое отступление. Помним о том, что возвратность глаголов не одинаковая в итальянском и русском. Есть глаголы, которые возвратны и там, и там, которые возвратны только в русском, которые возвратны только в итальянском. ЧИ АЛЬДЯМУ. Мы встаем. Он возвратный в итальянском, но не возвратный в русском. «Чи» в составе некоторых глаголов, которые, в отличие от возвратной частицы «чи», которая относится только к «мы», используются во всех спряжениях. Например, глагол «волерчи» требуется, нужно необходимо «чиволюно, дуэ оре, пер арриваре даме, арома». «Нужно два часа, чтобы добраться до Рима от меня». «Каскарчи» – повестись на что-то, поверить. «Чи соно каската» – я повелась, я поверила. Видите, здесь «я», а не «мы», и все равно мы используем «чи», оно не меняется. Ну и самое-самое-самое «чи», которое заменяет предлоги. А также указание места при его повторном использовании. «Когда вы поедете на море, мы поедем туда, где мы поедем, в следующем летом». «Сэй мэй статуа Моска» – ты когда-нибудь был в Москве. «Сичи соно стату». «Да, я там был». Сюда же относится очень распространенное «чи пенсу я», «я об этом позабочусь», «я это решу», «пенсаре а». «Вообще тем еще миллион, но если нужно разобрать возвратные и взаимовозвратные глаголы, вы там маякните». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!